МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания «Инклюзивная Беларусь» с 24-го кастрычника по 18 листопада наведает 12 городов Беларуси. У Тымлику и у Гомельской области. 5 листопада мероприемства пройдуть у Светлогорску, 11-го – у Гомели. Будет такой, как один день кампании в регионе. По сути, как бы один день – один город. То есть мероприятия, которые будут дублироваться в различных городах, и, естественно, будут иметь какую-то местную изюминку. То есть это будут выставки, которые подготовили агентство ООН в сотрудничестве с неправительственными организациями. Какие-то семинары, воркшопы, конференции. Пожар на территории национального парка «Прыпецки» сегодня у день ликвидованы. Братьбу со стихией на площадь 10 гектаров вяли 32 человеки, были заденечены две одинки техники. Темчасом, в ближайшие дни у Гомельской области чекается надзвычайная пожарная небеспека. Як поведомили у областным центры по гидрометеорологии и мониторингу новокольного сяродзя, на суботу 17-го вересня обвешаны червоны узровень небеспеки. Специалисты звертаются с просьбой до насельництва быть вельми осторожными у обыходжений за гнем. Одноведвание лесов и торфяников лепш на огу ладмовится. Як и отспальвание смеття на дачах и садовых участках. 50-килограммовую авиабомбу, которую некальки дзен тому знайшли у РАЦСОЖ, сёння вытягнули и ликвидовали. Для этого областный центр перезжали саперы-водолазы Витебской поветро на десантные бригады. Некальки дзен территория пляжа у Гомеля и частка Набережной были оцеплены правоохоуниками. За ходом операции назирал Александр Гамоля. Строгая инструкция, водолазная экипировка и узгодненный маршрут вывозу авиабомбы за межи города. Подход до задания отказны и профессины. Складанность водной осеродзе и близкое размещение зоны отпочинку городжан. Авиабомбу часов Великой Айчиной знайшли на супроте городской набережной. Снорад вагой 50 килограммов лежал на судовом ходу как раз посередине раки. Вся прибрежная территория, которая находится непосредственно, где находился данный боевой припас, то есть пляж, набережная, с той стороны, это всё зона поражения данного боевой припаса. 50-килограммовую бомбу выявили гомельские водолазы подчас тренировочного погружения. Снорад находился на вельми малой глубине, у сего 2 метра. Уличивающий, что в последние годы СОЖ стал мялеть, любое буйное судно могло зачапить немецкую авиабомбу винтом. Изорвалась по разным причинам. То есть могла поменять свою траекторию. В то время река наша была полноводной, глубина была большой, поэтому данная авиабомба могла поменять свою траекторию во время падения воды. По словам специалистов, у воде в окол областного центра яше шмат небеспечных предметов. У минулого года рэштки от аналогичных снорадов были знойдины яшекаля двух пляжев. Не проходит и года, чтобы по крайней мере в городе Гомеле мы что-то подобное не обнаруживали. В прошлом году это был непосредственно похожий предмет, что и подтвердилось, 50-килограммовая бомба была извлечена саперами-водолазами непосредственно на территории городского пляжа. Взрывоопасные предметы в прошлом году были обнаружены остатки снарядов на Новобелецком пляже, в зоне отдыха Чонки. Немецкие авиабомбы СД-50 подчас Великой Айчиной выкористовывали для поражения живой силы, техники и оборонших сбудований. По выниках операции боеприпас был ликвидованный на подрывном полигоне. В управлении ДАИ Гомельской области сегодня отбылась рабочая нарада. Уделу ее принял начальник ДАИ Беларуси Дмитрий Корзюк. Ее назначали в Республиканскую Державтоинспекцию на приканцы мая этого года. И основная мета приезду – знаемство с работой подразделения, оценка стану дорожного руху в регионе. А кроме того, подчас нарады были поставлены задачи на будущее. Одна из главных – дальнейшее снижение колькости потерпелых и загинувших у вынику ДТЗ. Наша основная задача – это совместно с другими заинтересованными службами создать такие условия, при которых водителям было бы неудобно нарушать правила дорожного движения. Ведь не сама цель составить большое количество протоколов, вынести большое количество штрафных санкций. Сегодня нужно создать и поучаствовать в создании таких условий, где это будет сделать невозможным. Это корректировка, организация дорожного движения. Вот это основное все. Подчас нарады, подзяки от керавництва Держа Алтой Инспекции, отрымали батьки лепших супрационников областного управления. А кроме того, двум инспекторам присвоены черговые специальные звания. Протягиваем выпуск. До конца этого года в Житковицком районе плануется провести еще один месячник по доброму парадкованию. Причем, размова не идти об масштабных работах, хоть зарабить необходное шешмат. Тему наведения парадку на земли вывучал Олег Синцерову. Наведение парадку на земли пытание комплексное для сельско-госпадачных предприемцев. Это неопочный черго. Приведение парадок живелогадовщих комплексов и справа не только у доброго парадкования территорий. Некоторые фермы были пободаваны еще в 70-х годах минулого 100 года. И с часом не просто почали выглядать жахливо, уявляли реальную небезпеку. Как известие такое помешкание с нуля и с протягнением банковских кредитов необходно коллег 12 миллиардов недобинованных рублев у акционерном товаристве Прозерская Агра выросли обойтись уластными силами и уластными сродками. Отримался в 8 разов тонн усяг около полутора миллиардов. У плане наведения парадку на земли Прозерская Агра предприемства у значей ступени показальны. В оселеке мрази минавитое оно да помогло ликвидовать несанкционованную сбалку, какую местовые жахары зарабели у былым карьерам. Теперь на этом месте новый жевелогодорожный комплекс а я ще совсем недавно сюды мкнулись никого не привозить. Все, что можно было вывезено на свалку действующую все остальное было использовано в качестве материала для строительства фермы. То есть битый кирпич, камни все это использовалось в дело. На данный момент значит строительство этой фермы для данного населенного пункта это первые рабочие места с закреплением молодежи. На вести парадок у Житковичах вы решили и в городском парке який долгий час был узором парку советского периода. Уже зараз его днешний выгляд значно падевшийся. А напередящая установка дровянного замка и проведение конкурсов граффити после этого огороджа парку повинна кардинально изменить свой выгляд. А прочатого в планах реконструкция фонтана на той на самом великого який истнуют в райцентрах Гомецкой в области. Здесь нужно поработать в первую очередь которые просчитают давление воды чтобы вода использовалась постоянно та же которая здесь будет присутствовать без подпитки чтобы меньше потерь было у нашего коммунальника по этому фонтану. Ну и за счет разного давления разных потоков сделать плюс подсветку будет красивый фонтан в нашем парке. Первоважную большинство работ по наведению парадок на земли в жительском районе имкнулся без протягнения бюджетных сроков. Увесы видошин например таким чином проводить работы по взносу старых домов и рекультивации земель с наступным уведением их усиливать оборот. Удобства в обработке первоначально когда вот занимаемся нет. Но земля плодородная ведь здесь жили же люди участки были растили семьи свои. Так что вводим за последние два года по хозяйству вот таких земель где забрали на территории деревень и выгоревшие торфяники ввели в строй 280 гектар. Олег Сентяров Юрген Макеенко телерадио компания Гомель Житковский район. Гомель народжение знаковая дата на особливо колея госвятку и целый город. Урочистости у Гомель распочнуться 16 вересня и квядома селета день города с упадая с проведением международного фестиваля хорографичного мастерства Соржский карагод. Старт конкурсной программе будет даден и у 10 годин ранится у городским центры культуры. А у 20 годин на центральном стадионе Гомеля отбудется феерычное шоу под названием «Живое танцевое полотно» технологии. Глядачи на трибунах убачить тое, чого не бачили никогда, запевнивать организаторы. Я думаю, что каждый житель, гость города Гомеля, который поучаствует с нами, сопереживает и получит удовольствие от открытия, потому что большое количество и светозвуковой, и лазерной техники, и огромное количество студентов, хореографических коллективов, профессиональных коллективов задействовано в режиссерской постановочной группе, огромное количество людей. И в целом, я думаю, что концепция, которая задумка была изначально запланирована, она состоится. Урочистая церемония официнного открытия дня города запланована на 11 годин ранец и 17 вересня. Удельники театрализованного шестя пройдут по площади имя Ленина. Пероплетенные нити творчести будут символизовать переплетение леса у людских у огульных житий народа. По задумке режиссеров есть единая концепция, поэтому в этом году это будет цветовая гамма, отражающаяся в нитях, и советскому району достался красный цвет. Красный цвет это символ жизни, символ утверждения, символ побед, поэтому мы попытались показать именно через этот цвет историю, судьбу белорусского народа, его традиции, его обычаи. На сегодня уже известны те города, побратимы, которые подтвердили свое пребывание. Это Сербия, это Грузия, это Соломинский район, Киева, это безусловно наши Брест, Гродно, Витебск, это Россия, и я думаю, что заявки еще какие-то будут подтверждаться. Безусловно, все делегации принимают участие в официальных мероприятиях, но могу сказать о том, что помимо официальных мероприятий на всех площадках, и это будет интересно, жителям будут принимать участие и наши конкурсанты, представители Сожского хоровода, потому что мы хотим не только представлять их на закрытой площадке в городском центре культуры, а я не отметила о том, что в субботу у нас 10 часов состоится также второй конкурсный день, будет представлена современная хореография, и мы всех жителей города Гомеля приглашаем опять-таки в 16.00 в городской центре культуры, когда будут проводиться бесплатно мастер-классы с участием известнейших хореографов Республики Беларусь. Большая колька святочных мероприемств будет сконцентрована на улицах центральной частки города, а леоластные программы рыхтуются районы. Традиционные места массовых гуляний у проспект Космонавтов, зона от Починку пруды, Лядовый палац, Любинское озеро, пляцовка в микрорайоне Костюковка. Сярод самых значных святочных падей концерт Московского Державного Академичного Театра Танцух Жель. Так само великая программа для молоди будет организована при патрымце телерадиокампании Гомель на площади имя Ленина. Початок у 18.00. Так само свое мастерство будут демонстровать у дельники международного турнира по спортивных и бальных танцах на кубок Гомеля «Золотая рысь». Финальной кропкой святкование станет видовичный фейерверк, Семсавин, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Биомеханичные скульптуры у фантастичном свете Сергея Парцянкова до дня города презентуя картинная галерея Вашчанки. Лауреат французской премии Тейлора представил 25 работ з металлу, вырабленных в уникальной аутерской технице. На открытии выставы побывала Ганна Каральчук. Гомельчанин Сергей Парцянков немає мастацкой адукации, але ягу металичной скульптуры вядомы далеко незвучайное хобби Сергея Парцянкова стало основным занятком. Міжнародное признання пройшло в минулым годзі, пасля отримання премии Тейлора. По словах скульптора, його житсо зусім не змінилося, але звання дало мотивацію і нові сіли для праці. Цяпер Сергій Парцянков практично цялком прасвятів себе творчасті. Пошук незвучайних матеріалів і реалізація смелых задумок займають шмат часу. Зараз аутер якраз працює над новым проектом. Те, що я роблю, це з того, що я маю. Це художник може взяти кисточку, краски і там де-то щось зробити. А я тільки з того металла, який у мене є. Це всевозможні коси, це всевозможні труби, це всевозможні мосполки. Це все, що я нахожу на блаженних рейнках, що приносять мені друзі. Короче, все, що отжило свій век, находит у мене втору життя. Персонажу з металлу – популярна тема з часу з'явлення на екранах, стужок «Терминатор» і «Матрица». Механічні істоты часто з'являються і у комп'ютерних гульнях. Але махчимасть стати побач з металічним героем значно більш вражує, чим бачить його у кіно. Неподробна цікавасть вистава викликає у дзятсей і подлетків. Мені все очень подравілося, все так необычно. Що-то смішно, що-то страшно, що-то весело. Так що я би тож хотів научитися все це таке закритати, скручувати. Ганна Каральчук, Валерій Гапанько, телерадова компанія «Гомель». Гэте, а так сама інша новіны ви можете знайсті на нашым сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершено. У студии працавала Наталья Ігнатєнка. Мы сочим з развіцьом падзею «Гомелі» в області. Заставайтеся з нами.